Всем привет! Есть новая информация о PlayStation 5. На этот раз уже точно о PlayStation 5. Так как первая новость заключается в том, что новая консоль от Sony будет называться PlayStation 5. Неожиданно, правда? Мы это ждали, нам это подтвердили. Идем дальше. Вторая же новость заключается в том, что PlayStation 5 начнет продаваться только к концу следующего года. Это тоже было ожидаемо, и многие, я в том числе, об этом говорили. Что скорее всего Sony нам покажет консоль где-нибудь на E3 следующего года или на Tokyo Game Show. Далее журналисты и блогеры разогреют интерес к ней публике, и дальше уже начнутся продажи где-нибудь к Рождеству. Когда люди расчехляются, а руководители крупных компаний рады предоставить инвесторам к концу года красивый отчет с красивыми цифрами, получить свои бонусы и свалить отдыхать на Рождество в теплые края. А ввиду этой информации и того, что я сейчас скажу, покупка PlayStation 4 сейчас не выглядит таким уж глупым приобретением бессмысленной траты денег. Во-первых, у вас уже, как я уже сказал, есть как минимум год, чтобы наиграться, а год это немало. А во-вторых, сейчас будет важная информация, Sony не подтверждает, что будет полная поддержка игр от PlayStation 4 на PlayStation 5. Вот так новость. Где-то полгода назад все, и я в том числе, признаю, кричали, что будет все, полная поддержка игр от PlayStation 4 на PlayStation 5. А Sony говорит, постойте, мы говорили, что будет поддержка игр, но не говорили, что полная. Поэтому, ребят, не факт, что все игры от PlayStation 4 будут поддерживаться PlayStation 5. Вот так. Но давайте не будем о грустном, а будем о чем-нибудь более положительном или хотя бы более интересном. А положительное и интересное новость заключается в том, что Sony существенно доработает новые геймпады для PlayStation 5. Пока названия они не имеют, но условно будем назвать их DualShock 5. Скорее всего, они так и будут называться. И фишка заключается в следующем. В новых геймпадах, со слов представителей Sony и журналистов, которым уже удалось протестировать эти геймпады, кнопки L2 и R2 триггеры будут адаптивными. Что это значит? Это значит, что разработчики смогут как-то программно менять необходимую силу нажатия. Например, ты играешь в какой-нибудь шутер, и у тебя в руках пулемет, и кнопка будет более тугая, чем когда нужен пистолет, чтобы нажать, чтобы выстрелить пистолета. Если это действительно будет так, то я скажу, что Sony молодцы. Вы реализовали что-то действительно новое, что-то действительно интересное. Как-то так. Но на этом с геймпадом еще не все. Мало того, что будут триггеры адаптивные, что само по себе интересно, возьму его в руки, так удобнее как-то показывать. Мало того, что будут адаптивные триггеры, так еще и будет совершенно новая обратная связь. Простыми словами, вибрация. Журналистам издания Wired уже удалось протестировать новые геймпады, но это были только прототипы. Кстати, внешне говоря, что похоже на DualShock 4. Так вот, они тестировали на игре Astro Bot и Gran Turismo Sport. И, допустим, когда ты в Gran Turismo Sport едешь по песку, или по граве, или по асфальту, совершенно разный тип вибрации. Ты понимаешь, что это другая поверхность. Допустим, когда машина съезжает, слетает с трассы на песок или на траву, ты понимаешь, что оп, ты съехал. Мало того, что просто вибрация, так она еще и разного типа. И что тоже довольно интересно. В том же Astro Bot это такая игрушка, вставку сделаю, видите, что это игрушка. Допустим, когда протагонист, герой наш, бегал где-нибудь по песку, или тоже там по земле какой-то, то была тоже разная обратная связь. Ты понимал, что что-то происходит другое. Поэтому с новым геймпадом будет связано немало новшеств. Хотел с геймпадом закончить, но это, оказывается, еще не все. Хотя те нововведения были существенными, эти, ну такие, знаете, минорные, но тоже о них упомяну, чтобы ролик шел чутка дольше. Поставят USB Type-C, в принципе, продиктовано временем, и поставят более емкую батарею. Не сказать, чтобы этой сильно не хватало, хотя после PlayStation 3 сразу казалось, что DualShock 4 разряжается мгновенно. Ну а теперь как-то привык, 8-10 часов, в принципе, хватает, но будет более емкая, окей. И доработают динамик, поставят более качественный. Честно, я один из тех, кто не понимает вообще, нафиг он нужен. Многие из вас, кстати, со мной не согласны. Ну ладно, поставят новый динамик, сделают его более качественным, более дорогим. Кстати, геймпад сейчас стоит 70 долларов. А сколько будет стоить тогда DualShock 5? 100 баксов, что ли? Ну ладно. Увидим. Ещё в PlayStation 5 будет сегментная установка игр. Сейчас объясню, что это такое. Это не как сейчас, что ты вставил диск, игра у себя устанавливается частично, чтобы можно запустить, начать играть, а она потом докачивается в процессе. Так, где мои диски? Вот. Мне, допустим, плей... GTA 5. Условно, ты на PlayStation 5 купил себе GTA 6. Смотришь, она весит 300 гигов. Ты такой, ё-моё, зачем мне столько много? И ты сможешь выбрать устанавливать всю GTA 6 или, например, только мультиплеерную составляющую, или только сюжетку, что довольно удобно. Допустим, сейчас игрушка та же Battle A5 или Red Dead Redemption 2 весит по 100 гигов. И, конечно, так можно существенно сэкономить место на жёстком диске и не ставить то, что тебе не надо, только сюжетку или только мультиплеер. Это будет называться сегментная установка игр, что довольно удобно и даже практично, потому что, помним, в новой PlayStation 5 будет что? SSD. А, как известно, у SSD есть некий срок службы. Не то, что как у HDD, что он может работать вечно, пока не сломается. Ну, как условно вечно. У SSD есть определённое число циклов чтения записи, после которого он умирает. Поэтому так можно будет продлить ему даже жизнь. Вот так. Кроме того, Sony подтвердила информацию насчёт трассировки лучей, потому что у некоторых специалистов это вызывало сомнения. Мол, как так в консолях, которые являются массовым продуктом, будет реализована аппаратная трассировка лучей. Наверное, будет какая-то имитация трассировки лучей. Но нет, Sony подтвердила, что будет действительно мощный чип в PlayStation 5, который сможет реализовать трассировку лучей на аппаратном уровне. Ну вот, зависло прямо сейчас. В чём суть? Это тоже такая вот часть новости была. Слушай, реально зависло нафиг менюшка. Так вот, как раз об этом прям в тему, не специально. Sony сказала, что на PlayStation 5 менюшка будет гораздо шустрее, не будет лагать и будет работать нормально, потому что на PlayStation 4 вот прям получилось. Она бывает порой действительно глючит, когда подрублён интернет. Поэтому порой вам советую, ребята, отрубайте интернет, и менюшка будет работать чутка шустрее. Хотя интернет у меня далеко не самый медленный. Так вот, на PlayStation 5 Sony нам клянётся, что будет меню работать шустро, красиво и интерактивно. И таких вот приколов уже не будет. Ладно, пробую, что случилось. Да, менюшка постепенно раздублилась. И, как видите, такие приколы бывают не только на слимке обычной, но и на PlayStation 4 Pro. Оставлю красивую картиночку, пускай у нас будет. Что касается стоимости PlayStation 5, то она пока официально не названа, но многие, я в том числе, считаю, что PlayStation 5, с учётом тех фишек, которые уже названы, не может стоить дёшево. Я лично её оставлю на 650 долларов, хотя некоторые считают, что она будет стоить и под косарь. Правда, есть и те оптимистично настроенные товарищи, которые считают, что Sony будет продавать себе в убыток и выставить ценник за обычную PlayStation 4 5. Где-нибудь 499 долларов. Конечно, такая идея имеет право на жизнь, но смотрите, сейчас такое время, что люди готовы отдавать за смартфоны 800-1000 баксов, а смартфон — это такая вещь, которая устревает гораздо быстрее. И Sony это понимает. Я считаю, что Sony выставит ценник побольше, не будет продавать себе в убыток. Зачем? Люди так купят. Люди готовы отдавать за гаджеты такие деньги. Поэтому 650 баксов — моя ставка. Так это или нет, узнаем только в следующем году. Где-нибудь либо к концу года, либо где-нибудь на E3. Почему упомянул обычную версию PlayStation 5? Потому что есть вероятность, что Sony сразу выпустит и Pro-версию, и обычную версию. Все это мы узнаем уже где-то либо на E3, либо уже в следующем году. На данный момент это все новости о PlayStation 5. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу PS5. И скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!